Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала, и сегодня в моей рубрике «Век живи, век учись» речь пойдет о плохой памяти, о старческой деменции. Сегодня вы узнаете, что делать, как жить, чем питаться, чтобы не допустить старческую деменцию, слабоумие, ну и ухудшение памяти вовсе. А у кого уже есть, замедлить этот процесс и, возможно, улучшить состояние. Вы узнаете все факторы, которые приводят к плохой памяти, к слабоумию. Я расскажу вам не только, от чего возникают такие изменения, но и что же нужно делать, чтобы их не допустить. И помните, дело не в календарном возрасте, не в дате, указанной в паспорте, а дело в сроке, во времени действия неблагоприятных факторов, приводящих к изменению в мозге. Помните, что деменция – это злейший враг в старости и главный показатель качества жизни в преклонном возрасте. Ну, помимо паралича, естественно. Потому необходима профилактика с молоду, а не когда уже поздно. При деменции очень сильно меняется качество жизни человека, по сути, он превращается в овощ, и это уже другая личность, и это огромная нагрузка на родных и близких. Очень важное понятие явления – когнитивный резерв. Что это такое? Это запас вашего интеллекта, это тренировка памяти в молодом возрасте. Вот почему очень важно тренировать мозг, ум, разум с молоду решением определенных задач, не только математических, а логических вообще. Вот почему важно изучение науки логика, разумеется, философии. Абсолютно точный, неоспоримый факт, что те люди, которые тренировали свой ум, разум, логику, мышление с молоду, в более преклонном возрасте, менее подвержены возрастным изменениям и тем факторам, о которых я сейчас вам расскажу. Поэтому мой вам совет – через силу, но тренируйте мышление, память чтением книг. Не как чтиво, а интеллектуальных. Лучше всего, конечно, изучать науку логика и философию. Я советую читать Гегеля, Адам Смита там, ну и так далее. То есть тогда ваш интеллект будет до самой глубокой старости на высоком уровне. Тем не менее, вернемся к самой деменции. Разумеется, деменция развивается не сразу. Вначале идет первая фаза, она, в общем-то, не видна и проходит бессимптомно, как правило. Вторая фаза – это легкие нарушения, и врачи ее называют как бы возрастными, естественными. Хотя мы знаем людей, которые даже в самом почтенном возрасте обладали прекрасной памятью, эрудицией, мышлением, логикой. Например, Жак Фреско свои 102 года общался так, как мало кто общается и даже среди молодых. Ну и третья стадия – это, собственно, сама деменция. Она бывает сосудистая, проявляется в виде болезни Альцгеймера, Паркинсона и других болезней. Разумеется, приводят и подвигают человека к деменции перенесенные ранее инсульты. Депрессии и стрессы – это тоже факторы, которые приводят к ухудшению памяти и в дальнейшем к различным заболеваниям с этим связанным. Основное сырье для клеток головного мозга – это омега-3 полинонасыщенные жирные кислоты. А именно две из них – ЭПК и, в первую очередь, ДГК. В своё время я делал видео, обязательно его посмотрите. Это омега-3, 6,9 жирные кислоты. Помните, дорогие друзья, что мозг работает в основном на кетонах, а не на глюкозе. Жирные кислоты ДГК, конечно, содержатся в рыбе, понятно, в морепродуктах, и в яичных желтках. Если куры были на свободном выпасе, моё видео про яйца можете посмотреть. Помните, что глюкоза образуется, если её недостаток, и она требуется, и из жиров, и из белков. Недостатка её для организма просто не может быть. Уберите глюкозу из рациона питания, увеличьте количество жиров. Помните, что для мозга именно жиры необходимы. Из масел растительных я советую оставить только льняное масло, либо кунжутное. Конечно же, кокосовое, как представитель насыщенных жиров. Ну и, в крайнем случае, хорошее, качественное оливковое масло. Приводит к ухудшению памяти, к гибели клеток головного мозга, конечно же, и накопления в организме тяжёлых металлов и радиации. В этой связи обязательно посмотрите моё видео «Гриб-дождевик». Будете знать, каким образом вывести из организма тяжёлые металлы и радионуклиды, если они есть. Ещё одна причина ухудшения памяти – это дефицит магния. Если его мало, энергия митохондрий будет истощена. А митохондрия – это такие энергетические станции каждой нашей клетки организма, где и образуется энергия ТФ. То есть, магний очень важен для памяти. Магний содержится в продуктах, которые имеют зелёный цвет. Конечно же, в первую очередь, это зелень, это овощи. И самое полезное – это проростки брокколи в этой связи. И по многим причинам посмотрите обязательно это моё видео про брокколи. И, конечно же, это уникальные суперпродукты, так называемые – это спирулина и хлорелла. Ухудшает память излишнее количество железа в организме. Оно имеет коррозионные свойства. И помните также, что железо – это сильный окислитель. К примеру, в своих старых лекциях я говорил о том, когда человек ест особенно большое количество и часто мясо жареное, то образуются такие канцерогенные соединения, как гетероциклические амины и нитрозоамины. Это мощные мутагены, которые приводят к раку. И, соответственно, железо здесь является катализатором, то есть ускорителем процессов. И если железо – недостаток, это приводит к анемии. А если его переизбыток – проверяйте обязательно, сдавайте анализы. То это приводит к излишним окислительным процессам. Если по результатам анализов его у вас в организме слишком много, тогда выводите его с помощью такого вещества, которое называется этилендиаминтетрауксусная кислота. Именно этот хелат выводит излишки железа из организма, что очень важно, если есть его переизбытки. Еще один фактор, приводящий к ухудшению памяти – это дефицит важнейшего микроэлемента – цинка. У меня о нем было видео, обязательно его потом посмотрите. В данном случае цинк необходим как средство, предотвращающее образование амилоидных бляшек. Это такой белок, скапливающийся в синапсисах. Он напрямую связан с болезнью Альцгеймера, так как он нарушает связь между клеток мозга, ну и в связи с чем развивается слабоумие. Улучшает память интервальное голодание. Я говорил об этом в своих прошлых видео, речь идет про технику 6-18. 6 часов можно есть, 18 перерыв. Скажем, с обеда до следующего утра. Также будут полезны периодические длительные голодания. Но чтобы не сделать ошибок, порой фатальных, обязательно учтите все то, что я рассказываю в своей лекции о чищении и голодании. Там пошагово доступно, я все поясняю. Очень важным фактором, приводящим к потере памяти, к слабоумию в наши дни является сотовая связь ВЧ и СВЧ-излучение. Эти излучения безумно опасны для мозга. Об этом у меня на канале много видео. Я советую вам непременно посмотреть последнее из них. И под этим видео, если вы его посмотрите и захотите изучить тему более досконально, нажмете еще, откроются ссылочки, и вы сможете изучить, получить все доказательства, исследования, всю информацию. Несколько советов. Никогда не прижимайте при разговоре телефон непосредственно к уху. Держите его на дистанции, включайте громкую связь. Не пользуйтесь Bluetooth. Проводными наушниками можно. На ночь телефон сотовый обязательно отключайте или задней стенкой телефона, где антенны расположены, ставьте, ну скажем, в противоположную часть того места дома либо квартиры, где вы спите. Обычно это кухня, но вот на кухню, на подоконник задней стенкой прямо к стеклу окна облокотите. И тогда в несколько раз снижается воздействие. Плюс к тому, учтите мои рекомендации по применению персональной защиты от источников ВЧ и СВЧ-излучения. Я имею ввиду нейтроники. Дело в том, что они просто не дают вступить в резонанс от воздействия на наши клетки организма СВЧ и ВЧ-источников излучения. На нашем сайте nadgar.ru вы найдете эти нейтроники. Их две модели. Под каждой написано, куда конкретно, на какие приборы, имеющиеся в доме, в семье, они клеются. Также там есть брошюра, которая все подробно разъясняет, объясняет, доказывает. В той или иной степени мы сейчас все облучены и постоянно облучаемся воздействию вредоносных излучений. Витамин В3, неомицин в этом смысле, хоть какая-то помощь. Ну, помните опять-таки, что вся группа витаминов В, кроме В12, содержится в той же спирулине или хлореле. Но дополнительно будет не лишним принимать неомицин курсами по месяцу и месяц перерыв. Таким образом, по 50 миллиграмм в день. Еще один важный фактор, приводящий к ослаблению памяти, это повышенное артериальное давление или артериальная гипертензия. Ну и, разумеется, высокий холестерин. Эти факторы приводят к ухудшению циркуляции крови, особенно в микрососудах. В первую очередь, нарушение кровообращения чревато для головного мозга, во вторую очередь для сердца. Потому, если есть длительное кислородное голодание этих двух органов, то это может приводить к инсультам и инфарктам. Атрофия головного мозга также часто возникает при диабете и преддиабетозном состоянии. Помните об этом. Не допускайте высоких значений инсулина в крови и высоких значений глюкозы в крови. Если есть у вас такие состояния, обязательно переходите на кетогенную диету. Посмотрите мое видео «Кетодиета. Веганское кетопитание». Итак, если у вас есть такое состояние, вам надо забыть о быстрых углеводах вовсе. То есть, ничего сладкого есть нельзя. Перейти на кетогенную диету, соблюдать интервальное голодание и, конечно же, высокую физическую активность. Занятие спорта или, что лучше, скажем, труд на природе, в огороде, по хозяйству. Это, разумеется, прогулки на свежем чистом воздухе и так далее. Переходим еще к одному важному фактору. Это гипоксия. Причинами гипоксии могут быть травмы, ушибы, пережатие сосудов шеи, например, при смещении атланта. Гипоксия бывает после инсультов, когда есть киста в головном мозге. И тогда особенно важна аэробная нагрузка, ну то есть то, о чем я говорил выше, про прогулки, свежий воздух и так далее. Знайте также, что на кетогенной диете количество кислорода в головном мозге растет, а количество углекислого газа падает. Если есть проблемы с опорно-двигательной системой, с атлантом, прибегайте к услугам профессиональных остеопатов, висцеральных массажистов и помните, что очень полезная штука – это провила. Естественно, не все провила полезны, и чтобы вы понимали и разбирались в данной теме, посмотрите вот эти два видео у меня на канале о провила. Еще один важный позитивный фактор – это водородная вода. Дорогие друзья, у меня много видео на канале есть о водородной воде, о физико-химических свойствах воды. Помните, по данной теме самое главное вот что. При увеличении избыточного количества молекулярного водорода H2 в воде, при определенном имеющемся количестве кислорода в организме, в крови, количество усвояемого кислорода увеличивается в разы. Неоднократно проводились исследования на мышах, когда они помещались в герметичные террариумы, они дышали, выделялся углекислый газ, начинали мыши погибать от дефицита кислорода, и в этот момент в этот террариум вкачивали не кислород, а водород. И того остаточного небольшого количества кислорода, который оставался в этих террариумах, становилось достаточным для того, чтобы мыши опять оживали, и какое-то время бодро могли перемещаться, двигаться. Итак, избыточное количество водорода провоцирует лучшее поглощение клетками нашего организма кислорода. Лучшие персональные генераторы водорода и свободных электронов, а помимо этой еще мощнейшей антиоксидантной защиты, так вот, продается у нас на нашем сайте nadgar.ru. Это приборы Аквапен, и они самые лучшие в мире по многим параметрам. По безопасности, по количеству генерируемого водорода до 2 мг на литр, по времени, когда этот избыточный водород и свободные электроны держатся в этой воде. Еще один момент, который я хотел бы акцентировать, и об этом тоже были в видео, это прибор Самоздрав. Что же это такое, как этот прибор работает? Когда человек дышит через этот прибор, часть воздуха рециркулируется, увеличивается количество углекислого газа в крови. При определенном увеличении количества углекислого газа, а именно до 6,5% от общего содержания всех газов в крови происходит следующее. Кислород начинает лучше усваиваться в присутствии именно такого количества углекислого газа. И это было доказано нашими отечественными учеными еще в старые советские времена, и применялась эта технология еще в космонавтике. Посмотрите обязательно вот это мое видео про свойства этого прибора, этих технологий. Кстати, об этом говорил и даже создал технологию дыхания в свое время Бутейко. Еще одна проблема плохой памяти – это дефицит витамина В1. Это эффект так называемой веники Корсакова. При повышенном уровне глюкозы в крови наблюдается дефицит витамина В1. Помните, что сладким вы уничтожаете витамин В1, его запасы. Ну, конечно, не только сладким. Но это еще и длинные углеводы, такие как белый рис, макароны, безусловно, алкоголь. Вообще все витамины группы В должны быть в достатке, дефицита быть не должно. Кстати, в хлореле, в спирулине есть практически все витамины группы В, даже В17-лайтрилл – очень сильный противораковый витамин. Еще один важнейший фактор, провоцирующий ухудшение памяти, является дефицит витамина В12. Об этом у меня было два видео – старое большое и новое, недавнее, коротенькое. Я советую вам его посмотреть. Без витамина В12 разрушаются миелиновые оболочки нервных окончаний. Как принимать, когда – все там рассказано. Смотрите видео. Еще очень важных два фактора – это дефицит йода и дефицит селена. Они приводят к ухудшению памяти. Вообще, селен – это мощная антиоксидантная защита. При ухудшении памяти селен я рекомендую, собственно, как и цинк, принимать дополнительно в обязательном порядке в виде мономинералов. Ну, например, фирму Солгар в аптеке можно купить или в коралловом клубе они очень качественные там. Что касается йода, конечно же, это фукус. Именно в гелеобразной форме натив только там есть активная органическая форма йода. И не только она, все минералы абсолютно. Но цинк и селен дополнительно принимать стоит. Витамин D3 подавляет воспалительные процессы. Обязательно посмотрите мое видео про витамины группы D. Ну, конечно, мы переходим и завершаем тему питания. Да, конечно, в идеале, и чтобы получить все эти дефицитные питательные вещества только из еды, близкая диета к идеалу – это средиземноморский тип диеты. Но там есть много своих особенностей, нюансов. И это почти невыполнимо для людей, которые не проживают в данном регионе. Да, конечно, люди из меди, гребешков и жирных пород рыб, особенно таких северных, как на Татене, могут получить и омега-3 жирные кислоты, и все витамины, включая D3, B12 и так далее. А по цинку рекордсмена как раз мидии. Но помните, дорогие товарищи, что в наши дни, во-первых, моря и океаны заражены и радиацией, и тяжелыми металлами, ртутью, например, и не только ей. И, естественно, морепродукты, особенно моллюски, двухстворчатые, как мидии, которые являются фильтрами морей и океанов, конечно, поглощают и накапливают в себе и тяжелые металлы, и радионуклиды, ну, как грибы, например, в наземно-воздушной среде. Поэтому имейте в виду, это огромный фактор риска в наши дни. Ну и, конечно, не забывайте еще и этическую сторону данного вопроса, для кого она, конечно, важна. Поэтому в наши дни просто не обойтись без применения биологически активных добавок, то есть концентратов, которые в себе содержат те или иные необходимые питательные вещества. Но БАДы БАДам рознь. У меня есть даже видео такое БАДы и фарминдустрии, посмотрите это видео обязательно. Не все биологически активные добавки качественные и хорошие. В моих видео я говорю про них, какие-то можно купить у нас, какие-то в аптеках, или где-то еще я об этом рассказываю. Какие-то вещества можно получить из уникальных продуктов питания. Ешьте больше листовой зелени, больше крестоцветных. Обязательно проращивайте и ешьте вершки проростков микрозелень брокколи. Обязательно ешьте спирулину и хлорелу. Обязательно добавляйте в рацион питания куркуму и черный перец. Посмотрите данное мое видео, как они работают в связке. Непременно применяйте дегидрокварцетин, важнейший элемент для памяти, такой флавоноид. Не обязательно, но в качестве рекомендаций дополнительно. Можно применять из серии Тайга Т8 Экстра, как источник полипринолов, тоже мощный антиоксидант. Я очень советую брать шунгит, взять 5 банок трехлитровых, промыть, на кухне поставить, насыпать по килограмму шунгита крошки 5,20 фракции дробленой шунгитовой. У нас есть она, сразу скажу. Наливайте воду после обратного осмоса и отстаивайте 5 дней. На пятый день применяйте тот же водородный генератор и пить. Великолепно просто пить воду, вот настойную на шунгите. Тогда из шунгита в воду попадают такие уникальные вещества, это фуллерены, это такая третья форма существования углерода, помимо алмаза, графита, С60 формула, которые являются мощнейшими тоже антиоксидантами. Но эти антиоксиданты, которые я сейчас вам перечислял, работают по-разному. Их сочетание оптимально и дополняет друг друга. Применяйте правильным образом яблочный уксус, о котором у меня было видео. Есть у нас такой препарат, огневка норма, для улучшения работы головного мозга. Это уникальный комплекс, который я советую применять всем, у кого ухудшается память. Кто перенес инсульты, у кого память плохая, старческая деменция, я советую пройти курс на Бен. Есть такой препарат, он продается в аптеках, и он улучшает, безусловно, работу митохондрий. Еще один препарат, который я могу рекомендовать, это огневка мумиё. Все, что я сказал, между собой сочетается, просто разносите это во времени. И еще один очень важный момент. Паразиты, то есть гельминты, ленточные, плоские, круглые черви, они, паразитируя в организме, выделяют токсичные вещества. Многие из них токсичны и для головного мозга, поэтому ухудшают память в том числе. Собственно говоря, есть мои видео, я коротенькое хотя бы вам рекомендую посмотреть по паразитам. И советую любому человеку два раза в год проходить полную антипаразитарную программу. Она еще к тому же и гепатопротекторная, то есть защищает клетки печени. Эта антипаразитарная программа всегда доступна на нашем сайте nadgar.ru, есть в наличии. Это всего лишь месячный курс. Разумеется, параллельно с приемом этого курса принимается все остальное. То есть то, что является питательными веществами, по сути дела, супередой. Такой же едой, которая и должна быть, которая теоретически должна содержать все нужные питательные вещества, но просто не содержит. Это все от фукуса до дегидрокварцетина. Я советую эти мои рекомендации, которые я сегодня дал, выписать, законспектировать. Для этого пересмотрите данное видео еще раз, ставьте на паузы, выписывайте. Тогда у вас будет сжатая четкая информация, конспект, который поможет вам решить эти проблемы. Помните, что бездействие только усугубляет проблему. Само по себе ничего не пройдет и не изменится и не улучшится. Всему есть свои четкие причины и следствия. Поэтому, надеюсь, моя информация сегодняшняя была для вас полезна. Если вам понравилось, тогда поддержите мой канал, ставьте лайки. Разумеется, подпишитесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Ну и, конечно, нажимайте на колокольчик рядом, чтобы не пропустить выход моих новых видео. На этом, пожалуй, все. Я желаю всем честным, хорошим, порядочным людям крепкого здоровья, здравомыслия. Смотрите мои видео. Ну, а на этом пока все. До новых встреч. До свидания.